Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день Церковь вспоминает гибель удивительного человека, Иоанна, которого мы называем Претечей. Претечий – это тот, кто идет перед каким-то важным лицом, царем, губернатором, и оповещает о его приходе. Иоанн Креститель. О нем сам Иисус сказал, что из рожденных женами не вставал больше Иоанна Крестителя. И тут же добавил странную фразу, но меньший в Царстве Небесном больше его. Потому что Иоанн Креститель принадлежал еще Ветхому Завету. И настолько в Новом Завете начинается все иначе, настолько значимость каждого человека возвышается, настолько открывается перед человеком вот эта любовь и слава Божия, что даже меньший окажется большим Иоанна Претечи. Но при этом как бы восстанавливается все. И когда мы смотрим сейчас на иконы Спасителя на троне, то видим Божью Матерь Марию и Иоанна Претечу, который предстоит за людей, за тех, которые еще не узнали Христа, за тех, которые узнали, но еще не в полной мере за Ним пошли. И Иоанн Претеча в этом смысле подобен Моисею, который приводит народ израильский в обещанную, то есть обетованную землю, но сам не входит в нее. Точно так же он приводит людей ко Христу, к Царству Небесному, но сам остается еще вот в рамках Ветхого Завета, и только потом восстанавливается его полное достоинство, и он из последних становится первым. Вот такой удивительный человек, которого мы сегодня вспоминаем. Но вместе с этим мы должны вспомнить и о другом, подумать, что и каждый из нас является предсечей для многих людей, наших ближних, тогда, когда мы встречаемся с человеком, который еще не знает Христа и не верует, может даже отрицает и яростно отрицает. А вот мы призваны к тому, чтобы приготовить путь Христу в сердце этого человека. И печально, если, глядя на нас, люди, наоборот, могут вместо веры перестанут верить, когда вместо любви, вместо приветливости являем высокомерие, обсуждение, раздражение, все прочее. И эта страшная ответственность ложится на нас. Так что давайте об этом помнить. Какой бы человек ни пришел в храм, все должны мы приветливо просто, так сказать, кинуть голову и просто, так сказать, внутри себя помолиться, господи благослови этого человека. Потому что об этом будет судить он о церкви в целом, потому какой будет эта первая встреча в храме. Вспомним те слова, которые говорит нам Евангелие об Иоанне Притече. Первое, что мы слышим слова пророка Исаия, который и сам говорит о себе, Иоанн Креститель, когда его спрашивает, кто ты? Или я? Нет. Пророк? Нет. Кто ты? Он говорит, я глаз вопиющего пустыни. Вот это удивительно. Глаз вопиющего пустыню. Пустыня – это не только безлюдная, ненаселенная местность. Пустыня – это человеческое сердце, удаленное от Бога. Человеческое сердце, которое полно страданий, горечи, каких-то разочарований. И вот голос Иоанна Притечи говорит о том, что приблизилось Царствие Небесное. Приблизилось что-то очень важное. И вот он этим голосом и становится. Но перед этим сам Иоанн Креститель был в пустыне. В пустыне такой, действительной, где нет пищи очень мало, там мало воды и прочее. И вот часто и в этой пустыне он встречает Господа. В этой пустыне он узнает Бога. И вот мы с вами тоже бывают какие-то моменты оказываются в пустыне жизни. Не в буквальном смысле, а в смысле состояния нашего сердца. И мы часто от этого тяжело переживаем, замыкаемся. На самом деле это время, когда действительно мы должны надеяться встретить, встретить Бога, встретить Христа. Потому что действительно человеку часто очень трудно оказаться одному, один на один, со своими проблемами, трудностями. Но именно в этот момент он может встретить Бога, как никогда раньше. И встретив Его, этим начать делиться с теми, кого Господь его пошлет. И тогда люди будут нас видеть, вот этот голос, будут видеть в нас, что мы действительно встретили Христа. Мы действительно можем поделиться этой драгоценностью, скажем, из них. Вспомним, как в первые десятилетия христианства язычники вокруг говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Как хорошо было бы, если бы о нас, о христианах говорили в наше время то же самое. Тогда людям тоже хотелось бы научиться любить друг друга. Так что мы призваны быть теми, кто несет радость, радость любви, радость освобождения от этого одиночества и пустоты. Еще слова, которые говорится об Анне Притече, когда он говорит, ему расти, Христу, а мне умоляться. Так тоже очень важно бывает, когда мы помогаем кому-то прийти к вере. Помните об этом, что мы в этом случае должны умоляться, чтобы оставить место Христу, чтобы Он действовал, Он был с этим человеком, а не то, что мы скажем. Мы только сказали, только показали путь, а дальше человек идет, может помогать все, но именно в этом умолении каждого из нас. И вот Иоанн доходит до предела этого умоления, оказывается, в темнице и на пороге смерти. И вот в этот момент, естественно, так бывает, его посещают вдруг сомнения. Действительно ли тот, кого он видел духа, сходящего на Ордане, тот, который вроде чудеса совершает и все, действительно ли это он, кого он ждал, кого он проповедовал? И просит своих учеников, которым, видимо, было позволено навещать его в темнице. Мы знаем, что Ира к ним относилась с сочувствием, противоположность своей супруге. И посылает учеников спросить, ты ли тот, который должен прийти, или нам ждать другого? Очень важный для него вопрос, потому что если это тот, то не страшный смерть принять, потому что он выполнил свое дело. А если нет, тогда что же все было напрасно? Он напрасно прошел свою жизнь и оказался сейчас уже на грани смерти. И Иисус посылает, отсылает учеников и говорит, скажите Иоанну о том, что слепые прозревают, храмы не ходят, и добавляет фразу, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вот это очень важный момент, очень тонкий духовный момент, когда он не говорит ему, просто будет сказать, да, скажите, это я и есть, да. Вот, он оставляет Иоанну жить подвигом веры, он дает ему свидетельство, но сам шаг веры остается за ним. И так происходит каждый раз с нами. И лишь тогда, когда он стоит перед врагами на суде первосвященника, и его спрашивают, ты ли сын благословенного? Он не обвинулся, Иисус говорит, я, и вы узнете сына человеческого, грядущего на славе, на облаках небесных. Почему так сказано? Чтобы тот, кто уже не имеет веры и не хочет, никогда не мог сказать, что да, что такое туманное сказал, но мало ли что там, ну, пророка процитировал что-то, а себе не сказал. А тут уже не отказаться. Было сказано прямое, да, это я. Ну, а для Иоанна Христителя продолжает оставаться подвиг веры, которого Господь его не лишает. И вот каждый из нас тоже становится притечей рядом с другими людьми. И вот нельзя не вспомнить сегодня этот же день 26 лет назад. В такой же дождливый день были похороны отца Александра Мени, который для многих-многих тысяч людей, для многих стоящих здесь сегодня, был тоже таким же притечей. И как притеча тоже был убит ударом в голову. И как притеча тоже претерпел такую мученическую смерть. И он для многих стал именно таким примером радостной жизни. Завтра Библиотека иностранной литературы будет вечер, посвященный памяти отца Александра Мени. Тоже будем говорить вот об этом. А радостной жизни этого удивительного человека. Почему для нас так важны вот образы праведников? Почему нам важно всматриваться в них, в их жизнь, в их детали жизни? Потому что это те люди, которые исполняют слово апостола Павла. Подражайте мне, как я Христу. Но он ближе находится к тем, кому он проповедует. И святые, они ближе находятся к нам. И самое главное, они находятся в нашем человеческом мире. Мы можем сказать, да, Христос, Сын Божий, мог делать там то-то и то-то, а мы простые люди. Нет. Вот такой же человек жил радостной, полной жизнью. Несмотря на трудные условия, атеистические государства, все прочее. Вот и до конца прошел вот этот свой удивительный путь. Так что мы должны помнить о том, что и нас Господь ожидает видеть, как притеча себе в нашей жизни. Давайте задуматься об этом и стараться не упускать тех моментов, когда мы можем являть именно свою христианскую радость. Это не значит, что мы должны представить прохожим на улице, как говорит Бог тебя любит, как в 90-е годы было. Немножко наивно это выглядит. Хотя иногда есть свидетельства, мне люди рассказывают, как это в трудную минуту действительно вот это, казалось, такое наивное такое напоминание людей очень выручало от тяжелых состояний. Давайте помнить об этом, что каждый из нас может стать притечей для многих и многих людей. Аминь. Спасибо.